итак здравствуйте здравствуйте девчата сегодня у нас четверг мы начинаем прямой эфир как обычно сегодня с вами на связи город ростов-на-дону инструктор из школы екатерина мирошниченко наталья коглюгина всем привет надеюсь что нас слышно видно со связью были проблемы вроде бы их мало наладили так вот там уже даже написала и ручка здравствуйте и ручка рады вам надеюсь это взаимно и надеюсь что это взаимно так ну что значит девчат значит мы сегодня с вами поговорим про новинки которые вышли у компании ими и значит прямом эфире обсудим новые гель-лаки которые вышли очень интересный набор пастельных оттенков очень интересный так это я тут типсики поддержала и сама тут начала нервничать выискивать глазами гель-лаки на столе и так вот такая вот красивая коробочка екатерина николаевна уже показывала показывала эти гель-лаки которые вышли у нас уже за окном пахнет весной хоть везде наверное снег сегодня смотрела в новостях там москву завалило снегом сибирь вообще вся в снегу никуда не уходил да но у нас в ростове сегодня конечно сухо сухо и как бы так прям тепло тепло тихо 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 на улице не ветра ничего нету но я думаю что все таки еще середина фирма еще даже не середина февраля я думаю что все равно еще феврале чего не заметет но и тем не менее судя по тому как вышли уже новые гель-лаки таком вот красивая такая коробочка такая вся такая себя модная а вот значит и тут такие цветочки красивая нарисована красивое оформление и если мы откроем эту коробочку так ну во первых набор называется до руд каус я правильно читаю у меня английский такой замечательный поэтому я конечно могу тут прям хорошо прочитать вот но в любом случае открываем ее и 6 оттенков гель-лаков которые представлены вашему вниманию так я пока типсики уберу так ну вот такие вот интересные цвета с 476 номера по 481 но как всегда в набор входит 6 оттенков как всегда входит набор ложечек да и мы их выкрасили конечно же накануне так ну и вы их увидите я думаю что те кто следят конечно за творчеством екатерина николаевна и все уже видели эти замечательные цвета ни в коем случае не хочу каких-то лишних слов наговорить чтобы не добыть найти не наговорите какую-то антирекламу но что хочу сказать значит цвета пастельные пастельные нежные нежные 78 так 79 80 81 так наверное я сейчас вот так сделаю значит ну что по первому хочу сказать во первых конечно же цвета очень плотные ложатся плотно выкрасить его типсы было вообще буквально вообще раз два три и все выкрасила значит ну если учесть что у нас все таки типсы здесь вложены в коробочку прозрачные то я вам хочу сказать что здесь просто один слой гель-лака да то есть как бы конечно же выкраска никто не делает два слоя вот не но если бы они были конечно такие прям полупрозрачные только что пришлось бы два слоя выкрашивать но вот в данном случае конечно обошлась одним слоем и слой ультрашайна да красиво блестит вот значит цвета ложатся очень плотно даже в один слой ложатся очень легко кисточка кайфовая не знаю в принципе как бы знать его для обыкновенного мастера который у которого клиенты стоят на потоке я считаю что шикарные цвета и как раз таки вот именно для тех кто любит вот эти уси пуси няшные такие вот всякие очень 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 пастельные сдержанные оттенки для любителей однотона вообще шикарно но мы были бы не мы если бы мы не пытались сделать какие-то дизайны да на этих оттенках и немножечко приукрасить их и я вот как бы так вот подумала чтоб такое нейтральное можно было бы сделать светленькая до плюс добавить фольгу плюс добавить там еще что-нибудь вот такой вот мрамор сделала и плюс добавила фольгу и наш тоже мы отпечатали фольгу девчата будем отпечатывать фольгу наряду с новыми гель-лаками новым оттенками гель-лаков кстати опять же что-то я подумала надо было все таки наверное сейчас взять и зачитать что красиво про эти гель-лаки пишут девчонки маркетинг да так значит освежающая весна после угримных зимних дней согласно да то есть такие весенние оттеночки как раз то что надо после зимы хотя в принципе оттенки такие холодных на самом деле можно как бы круглогодично использовать и зимой и весной и летом это значит сочетание пудровых постельных оттенков в палитре символизирует пробуждение весны времени когда природа оживля оживля оживает и наполняется теплом и светом прикольным романтические мотивы сейчас особенно актуальны вечная маникюрная классика для святого валентина кстати точно же на стук скоро же день святого валентина и те кто отмечают этот праздник ну на самом деле что день любви то можно каждый день отмечать не обязательно ждать день валентина так значит очень интересные фоны для того чтобы нарисовать на них сердечки отпечатать фольгу и наполнить красным цветом там и так далее свои чувства и украсить образ так лаконичный маникюр в пастельных оттенках станет отличным отдыхом от пышного новогоднего nail art of утопающего в блестках ну на самом деле согласно оттенки коллекции дают возможность расслабиться перед следующим экспериментом с яркими летними оттенками кстати да на самом деле вот иной раз думаешь блин а чуя это сама не придумала сказать о я почему же я вот это не придумала сказать значит действительно после ярких блесточек эти цвета конечно же сразу как бы так эх успокаивают глаз и такое усипусечное вот такое вот весеннее такое настроение как бы стучится к нам в дверь и так это новый набор гель-лаков которые вот в такой красивой коробочке естественно выходят да кто к нам присоединился руткаус и значит вот шикарных 6 оттенков красивые плотные шикарные очень красивые варианты покрытий так но однотонное покрытие понятно как она выглядит теперь еще что еще вышло но уже рекламировали уже катя проводила прямые эфиры на эту тему значит вышел вот такой интересный гель мультипли мультипли мультик какой-то до какой-то мульти значит что значит нам предлагают с этим многофункциональным гелем для дизайнов значит это гель для дизайнов ну первое до мультипли мультипли дизинг значит это гель для дизайнов для выполнения дизайнов то есть цвета никакого не имеет он прозрачный девчат и позиционируем мы его как многофункциональный гель-клей для дизайна что можно сделать с этим гелем девчат ну во первых как бы глядя на типсы которые я вот тут вот немножко понаделала все что вы видите в виде фольги это все отпечатано вот как раз таки на вот этот мультипли на вот этот мультипли значит с помощью этого гель-клея можно сделать бесконечное число дизайнов ну первое значит девчат можно например ну сделать какие-то линии нарисовать какие-то элементы дизайна значит и например отпечатать фольгу матовую значит шикарно отпечатывается глянцевая фольга значит шикарно отпечатывается значит глянцевая фольга значит на весь ноготь если нанести этот гель только Единственное, надо постараться нанести тонким слоем. Значит, можно шикарно втирать в этот гель пигменты, можно втирать пыли, мелкие, более крупные. Значит, все это благодаря тому, что когда гель полимеризуется, у него образуется шикарная липкая пленка на поверхности. Вот эта вот дисперсионная пленка, да, липкость, да, вот эта, которая образуется, девчат, на нее шикарно можно и матовую фольгу отпечатать, и галографическую, и глянцевую, и втереть пигменты, пыли. И что интересно, можно, знаете, как бы нарисовать, конечно, рисунок отпечатать фольгой, но я еще пробовала, и не в большом количестве, конечно, но отпечатывала фольгу, и этот гель наносила на пластину для стемпинга. Так, вот эта нарисованная ветка, нарисованная ветка, вот, сверху прям на готовую поверхность нарисовала, фольгу отпечатала, ну, конечно же, лепесточки крупные перекрыла глянцевым топом. А вот этот мелкий рисунок, это не что иное, как с пластины, то есть я, получается, гель, клей нанесла на пластину, да, как в рабочем, в технике стемпинг, да, вот, и отпечатав, взяв на подушечку вот этот вот гель, да, и через несколько буквально секунд отпечатала фольгу, видно? То есть и для стемпинга, и для рисунка можно под финиш, можно на финиш, то есть на готовую поверхность. Мы сейчас с вами пару вариантов, конечно же, из этих сделаем. Значит, что хочется сказать, и чтобы вот четко вы понимали, что этот гель, девчат, очень быстро полимеризуется на свету. Значит, в баночке выпускают по 15 грамм, мультипли, мультипли. И вот когда я работала, смотрите, я ставила фольгу на баночке, то есть вот я приподняла, взяла нужное количество геля, он такой густой довольно-таки, да, он не жидкий, он не как черный тюльпан, не как слайдер топ, да, он такой погуще гель. Вот, значит, взяла необходимое количество и закрыла, закрыла, чтобы свет в банку не попадал, то есть чтобы она открытая у вас на столе не стояла. Это очень важно, чтобы у вас не полимеризовался верхний слой геля, то есть как бы оставляйте фольгу, вот немножечко приоткрыли, взяли, закрыли и баночкой накрыли. Все, так, чтобы гель сохранился долго-долго в хорошем состоянии. Так, ну и мы с вами потихонечку начнем, да, как бы делать вот гель-лаки новые и новый мультик, мультипли. Очень такое забавное название, прям какое-то такое сказочное какое-то. Так, ну что, это в сторону, это в сторону, давайте мы, знаете, что с вами сделаем? Сразу сделаем какой-нибудь переход цвета, забавно получается. Например, давайте возьмем 477 номер. На самом деле сейчас абсолютно все равно, какие вы цвета возьмете или какие цвета возьму я, я просто взяла два попавшихся первых цвета из коллекции новое весеннее руткаус. Значит, ну давайте сделаем вертикальный переход, это не будет прям сильно видно, как там переходит цвет в цвет, потому что они, ой, 480 этот серый цвет, ну не знаю, давайте розовенький, фугорубенький возьмем, 481, да, чтобы цвета были поярче. Так, и давайте потихонечку, например, половинка у нас будет один цвет. Неважно, с какой стороны какой цвет нанесем, просто хочется, чтобы, знаете, как бы на камере было видно, что мы работаем с вами не одним только цветом, а сразу несколькими цветами. Давайте, и второй цвет. Горизонтальный переход тоже пыталась сделать, очень легко переходит цвет в цвет, потому что они практически идентичные, да, чуть-чуть оттенком отличаются. Так, два цвета нанесла, и теперь, девчат, ну мы без всяких специальных кисточек, без всяких специальных, мы прям возьмем кисточку из флакона, вот, допустим, розовенькую, я вот так вот аккуратненько по центру перемешаю и поглажу. Вот так. И вы знаете, даже предлагаю не делать второй слой, потому что на самом деле очень плотно ложится цвет, тонкий слой и плотный, очень, качество очень гель-лака такой, довольно-таки плотное. Так, просушим. И незамедлительно сделаем какое-нибудь еще сочетание. Для второго варианта будет у нас своего рода такой мрамор, мы просто будем добавлять фольгу потом в конце на новый гель-клей мультипли. Вот, значит, давайте возьмем какой-нибудь, не знаю, сиреневенький, да, 478-й. Они все такие нежные, такие все. Очень-очень-очень пастельные оттенки. Выбеленные такие цвета. Но у нас, конечно, на самом деле много в Эйме пастельных оттенков, гель-лаков, да, но эти прям, вот знаете, прямо сильно-сильно-сильно выбеленные, такие прям нежные-нежные, прикольные. Давайте с этой стороны розовенький возьмем. Это так громко сказано розовенький возьмем. Настолько они еле-еле невидимая такая разница отличаются, что даже можно, в принципе, не смешивать. Даже можно сказать, что я тут один цвет всего взяла, хотя на самом деле нанесла два оттенка на одну поверхность. Так, теперь, значит, давайте мы, наверное, начнем с мраморных вариантов, да, а потом сделаем верхний вариант. Итак, значит, что нам потребуется для мрамора, да, такого эффекта мрамора? Вот смотрите, я говорю сейчас про второй ряд типсиков. Видите, вот они. Матовая поверхность, да, но при этом, как бы, вот эти все золотые линии, они все выделены и имеют такой легкий объем. И это как раз-таки нарисованы линии вот этим мультипли гелем для дизайна. Так, значит, что нам потребуется? Значит, нам возьмем, сейчас возьмем с вами капельку черного гель-лака. Ага. Сейчас, нам потребуется, кстати, для этого дизайна слайдер топ. Взяла. Нам потребуется база. Взяла. Мы будем гель-лак и смешивать с базой именно гель-лак, да? Так, я сейчас капельку гель-лака черного возьму. Секундочку. Ну, а гель-лак просто номер 30. Можно взять капельку гелевой краски, черный тюльпан. Это не принципиально важно. Самое главное, что мы смешаем его именно с базой. Это я на соседнем столе сейчас взяла черный гель-лак. О, отлично. Черный гель-лак вот так вот взяла на стекляшечку. Так, и будем смешивать с вами с базой. Мы уже делали дизайны в стиле вот мрамора, как вот у нас вот одна единственная техника, которая классная вообще и думать особо не надо. То есть мы сейчас базу с вами смешаем. Так, кисточку для рисования какую угодно можно взять. Можно взять идеальный мазок номер 0. Можно взять мазок троечка. Вот у меня тут вот есть вот с незапамятных времен. Такая с острым кончиком. Такая потолще кисточка. Не линейная кисточка, а потолще. И мы берем с вами и смешиваем черный гель-лак с базой. Делает такой полупрозрачный цвет. Давайте чуть-чуть поинтенсивнее, да? С базой, именно с базой, девчата. Именно гель-лак смешанный с базой очень хорошо растекается по слайдер-топу. А мы как раз-таки будем делать с вами это все по слайдер-топу. Так, берем слайдер-топ. Наносим тонким слоем на всю поверхность. Тонким слоем на всю поверхность. Аккуратненько. И теперь по мокрому слайдер-топу, то есть не просушивая, берем базу. Вот она, база смешанная с черным гель-лаком. База обыкновенная, жидкая. И делаем несколько разводов, да? В такой, в стиле мрамора. Взяли капельку. И вот так аккуратненько, аккуратненько. Знаете, такой, знаете, как бы слегка дрожащей рукой. Цвет может быть более прозрачный. Цвет может быть более интенсивный. Ну, кому как больше нравится. Можно и так, и так. Так, а я продолжаю добавлять. Видите, растекается, да, потихонечку. Очень легко делать такие варианты дизайна. Так. Ну, давайте вот сюда уйдем. Можно чуть-чуть интенсивнее цвет добавить. Более такой черный, да, оттенок. На вкус и цвет товарища нет. Кому-то нравится более прозрачный вариант покрытия. Кому-то нравится более интенсивный. Не знаю, мне почему-то хочется еще чуть-чуть потемнее. Потому что там же потом фольга у нас сверху будет. Поэтому хочется немножечко темноты. Так, просушиваем. Просушиваем. Обязательно сушим. А этот вариант, да, второй типсик, девчат, мы с вами покроем матовым топом и будем уже рисовать все остальное на готовой поверхности. То есть у нас будет с вами вариант дизайна полностью на готовой поверхности. Так, сейчас я глаза подняла, увидела, что есть вопросы. Сейчас мы разберем их. Итак, матовый топ. Так, кстати, я не показала на камеру. Конечно же он вельвет топ, да, видно, девчат, вельвет топ. Аккуратненько, тоненьким слоем. Перекрываем всю поверхность. И просушиваем. Хотя бы секунд 30, мы потом все равно же будем досушивать. Так, здесь продолжаем. Итак, мы сделали фон, да, светленький. Мы с вами по мокрому слайдер-топу рисовали черным гель-лаком, смешанным с базой. Видно, девчат? Можно сейчас взять немножечко даже той же кисточкой. Можно взять тоненькую кисточку. И немножечко добавить четкости, яркости. Так. Может быть, кого-то и так устроило бы уже. Ну вот, мне кажется, чуть-чуть. Потому что вот, добавив потом немножечко фольги, да, чтобы не потерялось вот это вот бледненькое растекание. Так, просушиваем. Сушим. Так, здесь сейчас потихонечку начнем добавлять. Я пока у меня досыхает типсик, я вернусь сюда к комментариям. Может быть, есть какие-то тут вопросы. Да, я уже видела. Здравствуйте, здравствуйте. Ой, спасибо большое. Оксана написала прям любимая. Как Люгина. Спасибо большое. Так, здравствуйте, Наталья. Можно сделать дизайны как в верхнем ряду. Да, Евгения, мы делаем из верхнего ряда, со второго. Ну, чтобы вообще они в корне отличались одни от других. Так. Спасибо, спасибо. Так, интересно, что потом не нужно перекрывать? Я правильно поняла? Нет, галочка, нужно будет перекрыть. Мы же будем фольгу отпечатывать на объемные линии. Объемные линии мы будем рисовать вот этим новым мультиплейгелем. Клейгелем. Так, Оля нам махнула. Все, спасибо большое. Да, ну пока продолжим. Хорошо? Так, продолжаем. Итак, смотрите, девчат. Значит, мы сделали с вами вот такой вот вариант, да, расплывчатый гель-лак черного цвета. Кстати, можно сюда добавить какую-нибудь наклеечку. Можно добавить сюда какую-нибудь наклеечку. Сейчас, девчат. Где-то у меня тут есть заготки. Любую с надписью, да. То есть, получается, мне кажется, что любая какой-нибудь вариант шармиконов с надписями, ну, например, такой, любой, я даже не буду застрять внимание, какой номер, потому что у нас с надписями очень много вариантов всяких шармикончиков. И как раз-таки любой не помешает нам. И можно приклеить, он же будет маленький, тоненький какой-нибудь. Можно, кстати, золотистый. Можно черненькое что-нибудь. Так, ну давайте что-нибудь, не знаю, фэшн. Там можно и фэшн приклеить. Вот было бы оно в черном цвете. Хочу, чтобы были просто буковки на прозрачном фоне. Можно немножечко под будущую наклейку теклас нанести, чтобы она уже приклеилась и потом нигде не поднялась под топом. Потому что мы рекомендуем, чтобы шармиконы не клеили на поверхность с липким слоем. Они потом поднимаются, когда вы их топом покрываете. Вот здесь вот приклею наклеечку с какой-нибудь надписью. Подсушу сейчас буквально несколько секундочек. Потому что когда на липкость приклеиваешь шармикон, закрываешь сверху, они потом могут подняться. Вот смотрите, я тут вот приклеивала, например, золотистую. Да, вот здесь вот видна. Сейчас мы с вами приклеим. А сейчас возьмем черные буковки, они будут лучше всего видно. Фэшн вот у меня тут есть. Так, не буду даже пинцет искать, потому что это будет дольше, чем я приклею уже руками. Так, вот сюда, например. Можно и так оставить. Так, все, есть. Теперь давайте закрываем все это дело топом. Ну, давайте закроем, например, тем же теклосом. Мы можем же теклосом пользоваться как верхним покрытием. Это же топ получается. Так, закрываем. На самом деле, если вот не разговаривать, знаете, разговоры разные не вести характера, там про погоду, про природу и про Ростов-на-Дону. На самом деле, этот дизайн можно сделать в течение 5-7 секунд. Самое важное, это время просушки. То есть, грубо говоря, цвет нанесли, 30 секунд просушили. Да? Гель-лак смешали с базой. Ну, допустим, там несколько секунд потратили на это. Пусть это 15 секунд. Нанесли слайдер топ, еще 15 секунд. То есть, грубо говоря, в течение минуты можно сделать фон и приготовить материалы, чтобы сделать вот эти вот разводы. Правильно? Все, рисуете разводы в течение, допустим, там, ну пусть 20 секунд вы на это потратите. Ну, 30 секунд. То есть, уже получается, порядка двух минут уходит. Просушиваете 30 секунд. То есть, 5-7 секунд, 5-7 минут можно сделать вообще весь день. Как бы даже не на одном пальце, а на двух. Потому что конвейером пока в процессе просушки, правильно, вы же делаете на второй руке. Так, закрываем все это дело теклосом. Хотя, вы знаете, я совсем забыла, надо было все-таки покрыть матовым топом, потому что на матовом топе красиво смотрится. Давайте я сейчас перекрою, ладно? Давайте, можно теклосом покрыть все это дело и рисовать сверху готовой поверхности, а можно все-таки матовым топом, да? Тогда будет эффект больше сохранен. Что-то я так отвлеклась немножко от темы. Давайте на матовой поверхности сделаем, будет прикольно. Итак, я перекрою матовым топом. В принципе, если в жизни бы так сейчас случилось, ничего бы страшного не было бы. Конечно, только единственное, что лишний бы слой все-таки был теклоса. Матовый топ на теклосе стоит шикарно, нормально, потому что это пористые материалы, они друг к другу хорошо прикрепляются. Вот, поэтому на матовой поверхности все-таки будем рисовать. Так, чем будем рисовать? Ну, конечно же, тонкой кисточкой, да, будем рисовать. Можем взять, например, кисточку 5-0, да? Можно взять белую синтетику, можно взять черную синтетику. Ну и теперь время подошло нашего вот этого мультипли, да? Такое забавное название у него. Мультипли. Мультик какой-то. Забавный материал. Так, я открыла фольгу, я взяла немножечко материала, закрыла фольгу, все, чтобы ничего не заполимеризовалось. Ну, во-первых, жалко, все-таки все денег стоит, да? Не для одного же дизайна покупаем. Так, ну и теперь аккуратненько добавим несколько пикантных линий. Так, ну вот, он такой, знаете, вот он как бы густой, он не плывет, не течет, не растекается. Поэтому, в принципе, комфортный для рисования на готовой поверхности. И я вот аккуратно, тонкой кисточкой поматовой поверхности вот сюда линию введем. Так, давайте вот сюда немножечко добавим. Он так ложится, знаете, как бы такими вот, ну, все-таки, как сказать, небольшой объем, конечно же, есть. Ну, в этом и как бы и прелесть, да? Чтобы вот эти линии, на которые мы отпечатываем фольгу, отпечаталась хорошо фольга, да? И она была прям такая с красивым-с красивым аккуратным блеском. Так, ну давайте вот сюда. И давайте, например, вот отсюда, снизу еще куда-нибудь проведем. Это, знаете, как обычно, сейчас я добавлю, типа, одну линию, ну, максимум полторы, ну, две. А потом, типа, держите меня семеро. Так. Ну да, вот как сейчас, например, да? Еще вот сюда, еще сюда. Но оно просто будет очень красиво, симпатично будет смотреться. Так, все, добавили. Теперь по поводу, значит, время просушки. Ну, тут мнения разошлись. Знаю, что когда делали новый, значит, дайджест, а выходит новый дайджест, вот он уже даже вышел, ну, по крайней мере, в Ростове-на-Дону, на Халтуринском 160, конечно же, продается этот дайджест с готовыми дизайнами. Значит, это, значит, выходит как раз-таки вот сезон весна-лето, 2024 год. Так, нам пишут, здрасте, здрасте, шикарный дизайн, интересно. Так, ага, все, в принципе, ничего нового нам не написали. Хорошо, дальше поехали. Значит, дайджест. Мы, конечно же, я думаю, что еще у нас будет время, и мы, конечно же, будем делать еще обзор всяких вот таких вот дизайнов, которые выполнены. Здесь как раз-таки, конечно же, речь идет о новых декорациях, которые выйдут. Вот, ну и также здесь очень много вариантов дизайнов сделано именно вот с гелем мультик, видите, наш, пультипли. Вот, значит, что хочу сказать. Я еще толком даже вот сама только взяла буквально, да, еще толком не рассмотрела, но вот хочется сказать, что даже самые мелкие рисунки, видно вот это вот, это как раз-таки отпечатано с пластины для стемпинга, и именно гель клеем, мультипли дизинг гель, то есть как бы вот рисунок перенесен с помощью геля, видите, просушен и отпечатан. Так вот, значит, что хотела я сказать, да, показывая, значит, дайджест. Значит, когда делали дизайны для дайджеста, девчата говорили о том, что время просушки этого геля в лампе – одна минута. Мы, я, например, когда проводила мастер-классы тоже, например, с гелем черной тюльпаны, который отпечатывала фольгу, или со слайдер-топом, смотрите, тоже стемпинг, и тоже отпечатана фольга, видите, вот гель, фольга, и тоже отпечатана. Мы будем еще делать дизайн в прямых эфирах такие. Вот, значит, время просушки, значит, как и у черного тюльпана, как и у слайдер-топа, вот одну минуту. Ну, уже проходили мастер-классы, в которых Екатерина Николаевна говорила о том, что даже достаточно 5 секунд, 10 секунд, и фольга шикарно отпечатывается. Но, знаете, как бы все зависит все-таки от лампы, от лампы, потому что если лампа новая, хорошо быстро сохнуть в ней геле, то достаточно будет и 5-10 секунд. А вот, если лампа все-таки уже такая бушная, поношенная, уже много времени она у вас служит вам верой и правдой, то тогда время можно увеличить где-то 30 секунд. И вы знаете, я вот пыталась, у меня лампа не свежая, не новая, в классе стоит, да? То есть я пыталась сушить 5 секунд, отпечатывается фольга. Пыталась сушить 10 секунд, отпечатывается фольга. Вот, и как бы и минуту сушила, тоже отпечатывается. То есть дисперсионная пленка настолько устойчивая, она не пересыхает и, в принципе, отпечатывается в любом случае. Так, ну а сейчас мы возьмем с вами фольгу. Так, я просушила в данный момент, девчат, 15 секунд. На лампе осталось вот время 15 секунд. Так, значит, фольгу нажимаем и отпечатываем. Видите, ну вот я очень, лампа старая у меня в классе стоит. 15 секунд, просто вот шикарный, шикарный блеск. Никаких усилий особо прилагать не надо. У нас очень много, да, в свое время, много лет мы работаем и очень много в дизайнах используем фольгу, именно отпечатываем. Видно вот прям вот шикарно, девчат. Так, фольгу надо убрать с экрана, чтобы не фокусировало. Так, видите, красиво, красиво, полностью все отпечаталось. Так, ну, конечно же, если бы я сейчас отпечатывала на второй руке, то, конечно, рекомендовала бы просушить в лампе. Ну, можно, в принципе, даже и подсушить. Вот, и теперь, девчат, мы возьмем с вами гель, например, для покрытия ультрашайн. Давайте воспользуемся ультрашайном. И вот эти линии мы просто пройдемся и сверху покроем ультрашайном. Это очень удобно сделать, потому что они имеют легкий объем. Взяли капельку ультрашайна. Ну, кисточку, понятно, что какую-нибудь удобную. Можно идеальный мазочек номер 0, можно мазочек двоечка. Вот у меня в руках мазок троечка. Мягкая кисточка, даже она с натуральным ворсом. Так, я вот так поближе к экрану. А, это все уберу с экрана. Видно? Вот так. Так. Вот так сделаем. Так, и ультрашайном просто по полосочкам, кончиком острой кисточки пройдусь. Мы раньше тоже так делали на самом деле. Но просто, когда ты рисуешь черным тюльпаном, например, такого объема как бы все равно нету. И поэтому, получается, линии такие плоские. А сейчас, как бы, вот они тоненькие, но при этом они имеют объем. За счет этого смотрится по-взрослому, конечно. Будет альтернатива теперь. И слайдер топа, конечно, объемный дизайн никакой не сделаешь. Жидкий, течет, плывет. А вот, например, мультипли гель очень даже хорошо. Так, все, мы покрыли ультрашайном только линии. И просушили в лампе. Так, и теперь, конечно же, вернемся к дизайну из первого ряда. Вот такие, видите, прикольные. И тут нам, конечно, потребуется вместе с мультипли клей-гелем еще и белый рафинат импаста. Так, и вот, смотрите, прикольно получается. На готовой матовой поверхности мы нарисуем линии и белой импастой, и гель-клеем мультипли. Слушайте, я проговариваю сама, пытаюсь запомнить, короче, мультипли, мультипли. Какой-то мультик пли. Вот, короче, забавный вариант получается. Так, ну и мы с вами рисуем. Начнем, наверное, все-таки с белой импасты. Так. Кисточка, опять же, линеарная нам потребуется. Так, белый рафинат. Значит, почему мы берем белый рафинат? Да потому что импастой можно рисовать по любой готовой поверхности. Что такое импаста? Импаста – это гелевая краска без остаточной липкости. Называется белый рафинат. Если у вас есть белый декор, это очень густая импаста, тогда нужно ее чуть-чуть разбавить с помощью малюсенькой капельки теклоса. А вот белый рафинат в чистом виде как раз-таки то, что нужно. Спрашивают у нас про сохранение эфира. Да, мы всегда стараемся сохранить и выложить на YouTube, на страничке Екатерины Николаевны Мирошничанка. Так, ну что, поехали потихонечку. Мы сейчас какой-нибудь незамысловатый вариант дизайна. Так, белая импаста, гелевая краска без остаточной липкости, которой можно рисовать по готовой поверхности. Так, ну давайте вот так начнем, какой-нибудь красивый овальчик. Причем можно сделать его как бы объемным. Я стараюсь рисовать только кончиком кисточки. Причем можно подсушить и немножко объема добавить. Но, знаете, все должно быть в разумных пределах. Не надо сильно много наваливать. Сверху может быть просохнет, а если лампа как бы не очень свежая, то, например, там импаста, например, внутри не просохнет. Поэтому не надо наваливать горы, просто аккуратный, легкий такой объемчик. Так, это у нас есть. В середине мы потом нарисуем с помощью гель-клея, да. Еще окружность, можно еще окружность. Так, давайте, например, сюда пойдем. Так, вот отсюда. Вот сюда. Ну и придумаем какие-нибудь линии, да. Все абстракции состоят из линий. Из линий прямых, волнообразных, дугообразных. Давайте два рядочка добавим, вот так. Эта линия будет, конечно же, иметь легкий такой объемчик, да. На матовой поверхности, девчат, импаста стоит шикарно. Она не скалывается, не сваливается. Так, давайте продолжим дальше. Так, давайте вот сюда добавим. Есть у нас, например, такое понятие, как, ну, курс художественной росписи. И мы как раз-таки там рисуем тоненькие линии. Из линий составляем всякие разные там, типа, всякие разные. Вот сказала, да, как, вот так, мне кажется, так в Чите говорят, на таком диалекте каком-то, в Читинском. Всяко-разно. И в Иркутске также говорят, кстати, всяко-разно. Так вот, всякие разные элементы, там, по типу дырки, дерево в разрезе. И вот как раз-таки вот эти все элементы базовые к такому варианту дизайна подошли бы даже очень хорошо. Так, я просто продублирую сейчас все линии, которые рисую с помощью эмпасты. Эмпасту мы просушим в лампе. Сейчас достаточно будет просушить 30 секунд. Мы потом будем добавлять же еще линии с помощью мультиплигеля. Да. И так, просушиваем. Так, кстати, я сейчас этот типсик вот сюда пристрою. Сейчас, секундочку. Пока сохнет у меня в лампе второй вариант. Вот, давайте вот сюда. Видно? Может быть, скрин как раз кто-то сделает, как варианты. Видно, как фольга красиво лежит. Перекрыты, да, на линии? Оказалось, что сложный дизайн. Да, Галина, с вами полностью согласна. Иногда кажется, знаете, как вот я обычно говорю, глаза боятся, руки делают. Где-то какие-то идеи там посмотрел, присмотрел и перенес вот к себе на стол. Из тех материалов, что есть, например, у нас можно как бы, ну, изобразить дизайн любой, который, например, там клиент приходит вот в интернете там или в Пинтересте, да, любимая программа у всех мастеров. Ну, не у всех, но многие смотрят, по крайней мере. И кажется, когда говорят, что сейчас клиенты вообще не делают дизайны, как только стоит Пинтерист открыть, там вываливается такое количество таких разных всяких интересных техник. И ты думаешь, так, ну вот такого материала у меня есть, что можно выбрать из того, что у меня есть на столе. И вот начинаешь придумывать. И вот этот вот гель-клей, который сейчас вышел, и можно делать стемпинг с помощью него. Видите, вот это вот. То есть отпечатала этим гелем, прикольно, фольгу отпечатала, и получается очень здорово смотрится. Да, то есть расширяется линейка вот этих вот всяких универсальных гелей, из которых можно делать разные дизайны. Так, ну я пока сейчас продолжу. Так, здесь у меня только пока белая импаста на матовой поверхности. Ну, и теперь мы добавим мультипли. Мультипли клей-гель. Гель-клей. Надо как-то выработать у себя. Знаете, вот как раньше гель-лак, вот прям не поворачивался язык, по-моему, немного лет подряд говорить. Вот так легко, сходу так сначала задумаешься. Гелевая краска, гель-лак. Теперь уже все четко понимаешь, что где. Так же и вот с этими материалами. Самое главное, девчат, этот гель. Старайтесь не снимать фольгу, потому что полимеризация происходит быстро, на свету. То есть закрывайте. Взяли немножечко из баночки, закрыли. И крышечкой накрыли. То есть надо минимальное количество. Дисперсия шикарная. И получается все у нас четко. Так, осталось буквально несколько нам секунд. Сейчас мы доделаем. Так, итак, тоненькая кисточка 5 дробь 0. Хотите белая синтетика, хотите черная, хотите вообще любая другая. И мы теперь с вами тоненько-тоненько, аккуратненько добавим линии, на которые впоследствии отпечатаем фольгу. Надо будет попробовать этим гелем нарисовать вензелечки, листочки, стебелечки. Я думаю, что будет... Ну, не могу сказать, что прям будет, наверное, очень легко, но попробовать можно, потому что гель все-таки это гель, да, не краска, ничего, а именно такой, как он, такой слегка скульптурный. Пробовали девчата на него фольгу отпечатывать полностью, когда наносишь. Самое главное, то, что она отпечатает, это 100%. Самое главное, это вот нанести равномерно тонким слоем. Все-таки, когда гель такой, знаете, в большой, такой высокой довольно-таки вязкости, распределить равномерно по поверхности, чтобы не полосило, ничего, тоненьким слоем, и фольга классно отпечатывается. Я понимаю, что есть клиенты, которые не любят, например, какие-то дизайны, да, но есть клиенты, которые нравятся что-то такое на одном пальчике, где-то так, для красоты. Так, вот сюда фольгушечку отпечатаем. Кстати, можно было тут одну линию только прочертить, но я же, как обычно, дорого-богато, чтобы было много видно, что вот прям вот посмотрите, посмотрите, как классно отпечатывается. К нам передают вот тут из Ейска, привет, прикольно, здравствуйте, Ейск. Так, ну вот здесь вот еще линию добавлю. Так, ну, предлагаю сушить. И я опять просушу, ну, так как лампа у меня очень старая, девчат, ну, честное слово, такая, знаете, прям уже в классе прям поношенная-поношенная. Просушу 15 секунд. На самом деле, уже слышала, что отпечатывается фольга на этот клей-гель, не зря его так называют, да. Если лампа мощная, 5 секунд достаточно, 5 секунд просушили и отпечатали. Если лампа, например, вот такая довольно, ну, у меня, знаете, я даже не знаю, лет 5, больше, наверное, 7 лет стоит лампа в классе, вот, как бы, работает и работает потихонечку. То есть, как бы мы же не делаем, не делаю в классе ногти клиентам, да, делаю именно на типсах дизайна, этого, в принципе, достаточно. Ну, вот я 15 секунд просушила. Так, и отпечатываем фольгушечку. Надо было для разнообразия серебряную взять. Ну, ладно, под руками вот есть золотая. Нажали, подержали, оторвали. Видите, вот прям очень хорошо печатается, без проблем. Большим пальчиком нажали, оторвали. Даже если у вас до этого не получалось отпечатывать, с этим гелем, конечно, все получится. Вот объемчик такой легкий есть. Так, ну, я не, вот, не очень, как бы, камера, допустим, видно, что вот полностью такой прям литой блеск красивый получается. Так, и просушиваем. Подсушиваем. И закрываем только линии, только линии. То есть вот здесь вот, видите, только линии закрываем топиком, да, то есть любым глянцевым топом, который есть у вас в работе. Значит, ну, я вас взяла ультрашай. Шикарно блестит. Может быть, у кого-то другой есть, это не принципиально важно. Вот так на стекляшечку, видите, вот взяла капельку. Ультрашайна. И только по линиям с фольгой. Аккуратненько. Вот здесь. Только по линиям, на которых отпечатали фольгу. Любая удобная для вас кисточка. Ну, конечно же, с острым кончиком, да. Все. И просушиваем. Так, просушиваем. Так, я подняла тут, пока за лампу заговорили. Татьяна вот нам пишет, как часто надо менять диоды в лампе Эйми. Татьяна, тут смотрите, как бы очень сложно сказать, через год, через два, через три. И как только перестает сохнуть гель, вот если, например, клиентке вы сделали ноготочки, допустим, там, именно с камуфлирующим гелем, да. И приходит она, вы начинаете, допустим, спиливать. И вы видите, что внутри, там, под верхним просушенным слоем, где-то внутри гель, как пластилин, значит, не просушивает ваша лампа, да. Можно так определить. Можно определить, например, если гель без липкого слоя, там, топ, например, да, верхнее покрытие, глянцевое, должно блестеть. Просушиваете вроде даже не 30 секунд, минуту, две, а ощущение, что вроде как даже и липкость какая-то остается на поверхность. Может быть, вот в этот момент надо обратить внимание на диоды, стоит их поменять или не стоит поменять. Понимаете, у всех, все пользуются по-разному же, интенсивность использования лампы у всех мастеров абсолютно разная. Кто-то обслуживает 8-9 клиентов за день, кто-то обслуживает 3-4 клиента в день, да, или, например, слушайте, если так со стороны нас послушать, обслуживать клиента в день, это какой-то трынец. Значит, если мастер маникюра обслуживает, значит, и делает маникюры с гель-лаком или коррекцией, допустим, 8-9, то, конечно, у него интенсивность использования лампы в разы выше, нежели у тех, у кого, допустим, 2-3 клиента на гель-лак или там на коррекцию. Поэтому, конечно, тут надо смотреть очень индивидуально, невозможно предсказать, у кого быстрее будут изнашиваться лампы, у кого не очень быстро. Вот, поэтому надо, конечно, думать, смотреть. Вот, а вообще, как бы, оп, сейчас я секундочку вот так еще положу. Вы будете смотреть, вот и светленькие, да, у нас такие варианты получились и темненькие. Так, значит, мы с вами поговорили о гель-лаках, которые вышли буквально недавно, да, 6 новых пастельных оттеночков, прямо выбеленные цвета. Вы знаете, как эмали, вот как эмали, можно сказать. Даже в один тонкий слой ложится очень плотно красивые такие выбеленные цвета. Так, и, значит, опять я глаза подняла, вот он, Лена написала, у меня 5 лет лампе, пока все работает. Вот видите, то есть, как бы, мы не можем сказать, да, что у Лены много клиентов или мало. Но, в любом случае, это, знаете, как с техникой. Вот, бывает, купишь телевизор и пользуешься всю жизнь, а бывает, купишь холодильник, и каждые полгода он то течет, то фреон, то, блин, еще что-нибудь, то не морозит, то, блин, как кондиционер работает. То есть, как бы, тут вообще непредсказуемо. Кому-то везет с техникой, кому-то не очень везет. И вы, девчата, ничего с этим не сделаете, это жизнь. Вот, поэтому, как бы, ну, вот у кому-то, ну, вот у того, кажется, что через год, через два, вот, уже там плохо светит. Ну, вот кому-то, вот видите, Леночке светит уже 5 лет, и все замечательно. Вот, поэтому, как бы, тут очень относительно все. Всем привет, Наталья, умничка была, у нее на курсах художественной расписи и стемпинг оказалось. Антонин, спасибо большое. И вам спасибо. Будет скучно, приходите. Кстати, как детки, все ли в порядке? Спасибо вам большое, девчат, за ваше внимание. Надеюсь, что вот такие вот незатейливые варианты. Значит, я надеюсь, что, как бы, вы поняли, что это делать очень легко и просто. Оля спрашивает. Здравствуйте, кстати, Оля. Давно не виделись в онлайне. Так, здравствуйте, а нижние дизайны? Нет, мы не делали нижние дизайны. Это я просто попробовала сделать, вот именно отпечатывала фольгу на этот замечательный новый материал. Мультипли. Дизингель. Мультипли. Вот это вот мне нравится. Мультипли в конце особенно. Завораживает. Вот, поэтому, как бы, попробовала просто делать дизайны. Я думаю, что впереди у нас еще много мастер-классов, много прямых эфиров, на которых мы будем, ну, нечто делать подобное. Я со стемпингом хочу тоже, как бы, попробовать. Вот я один вариант попробовала. Прикольно. Ну, хочу, конечно же, еще и еще попробовать. Так, значит, обязательно приду. Спасибо, Антонина. Так, запись будет на ютюбе, конечно же, надеемся. Девчат, всем огромное спасибо за ваше внимание. Вот, и еще я в конце прямого эфира хочу вам рассказать о том, что вышел интересный очень набор декораций. Я вот добавляла сюда, вот, наверное, может, кто-то обратил внимание. Тут вот такие капельки, видите, вот тут вот маленькие такие жуки с белыми попами. Видите, красиво. В стиле Екатерина Николаевна Мирошниченко. Бабочки там всякие, там, пузатые жуки такие вот, попастые такие вот, красивые. Это вот варианты слайдеров, как камушки. Видите, вот они тут внутри, внутри. Значит, это как раз декорации из набора для дизайнов, который вышел. Это набор только с декорациями. Катерина Николаевна, он тоже показывала уже, значит, своих мастер-классы дизайны, которые вот делала с помощью декораций, которые нашли в новый набор McQueen, да? Как он у нас будет называться? McQueen, так и будет называться. Такой замечательный, интересный такой пакет. Девчата, я его, конечно же, уже открыла и пыталась уже там какие-то дизайны с ним делать. Мы будем с ними делать еще варианты дизайнов. И сюда в этот набор входят только слайдеры. Только слайдеры всякие объемные с камушками. И объемные, и не очень объемные. Видите, вот такие вот жуки. Вот я два жука вырезала и добавила в капельки вот туда внутри. И, кстати, прикрепляла уже на готовую поверхность и просто сверху залила их топом. Ультрашайном пользовалась. Видите, линии покрыла и заодно вот эти капельки залила. Вот, получается, это слайдеры там, видите, такие жучки, паучки всякие разные. Так, итак, смотрите, вот в этот набор McQueen входят именно слайдеры с камушками. Видите, бабочки, жуки, тоже бабочки, цветочки. Вот такие вот незатейливые цепочки. Смотрите, какие классные бабочки. Ну, Александр McQueen – это такой очень интересный дизайнер. Екатерина Николаевна полностью погрузилась в его творчество. И по мотивам его творчества сделала вот такие вот интересные дизайны. Декорации, да, с бабочками, с паутинами. Видите, черепушечки. Кстати, очень популярны, да, на ногтях. Ну, например, я бы, конечно, не ходила бы с черепом в силу своего, например, возраста. А молодежь, наверное, бы была классно. Посмотрите, как здорово лоб светится. Какой красавчик. Такие йорики красивые в цветочках, бабочках. Просто супер-пупер. Ну, и, конечно, от количества просто можно с ума сойти. Значит, наряду с декорациями, которые входят в этот набор, да, и уже есть в продаже, здесь есть вот такой мини-бук. И как раз-таки здесь есть и мастер-классы, и ссылочки на мастер-классы, и варианты дизайнов, да, откуда все это вдохновлялась Екатерина Николаевна. Вариантов тоже полно. Как можно сочетать черепушки с паутинками, паутинки с бабочками, бабочки с жуками и так далее. Вот. И, конечно же, мастер-класс, где все расписано, кто любит прочитать и сделать. Вот. И есть же, конечно же, всякие вот эти QR-коды, да, по которым можно пройти и подчеркнуть для себя много нового и интересного. То есть, как всегда, мне вот этот вот момент, вот, очень нравится Екатерина Николаевна, когда она что-то новое придумывает. Вот. Значит, она все-таки вот не просто предлагает потратить деньги, купить себе картинки, и налепите куда-нибудь, чего-нибудь, для чего-нибудь. А именно делает такие декорации, значит, и варианты дизайнов. Тут же делают девчата очень много, и она сама, Катя. Вот. И как бы, как это можно сделать? Для чего это нужно? Для чего это вышло? Почему это вышло? И так далее. И целая куча вариантов и мастер-классов, каким образом все это дело сделать. Так что, если вдруг кому-то это интересно, я думаю, что мы будем делать дизайн. И вот такой интересный пакет, в котором только декорации и книжечка, такой мини-бук, как это все делать. Так. Значит, да, он крутой. Сделала себе уже на ногтях. Видите, как бы есть, я же говорю, любители, ценители. Значит, уже в продаже. Да, уже в продаже. Значит, добрый вечер из Братска. О, шикарно, да, мою любимую, так, Иркутскую область. Люблю, не могу. Да, крутой сделали, Наташа. Йорики. Ну, Йорики, ну, а как их назовешь еще? Челы такие прикольные. Так, ну все. Все, в принципе, все, что было, вышло, новое, последнее, показала. Парочку мы вариантов дизайнов с вами сделали. Надеюсь, на скорую встречу в следующий четверг. Если кому-то нужно, скринь, пожалуйста, без вопросов. И мультипл. Ага. Значит, она мультипли, я говорю, она мультипл. Не вопрос, девчат. Все как хотите, смотрите. Мультипли. Видите, в конце? Пли. Это как теклос. Это, знаете, как бы кто-то читает таклес, кто-то читает теклос. Вот. И, в принципе, значит, смысл этого геля, в принципе, не меняется, да, это топовое покрытие. Так что, как хотите, так и назовите. Теклос, таклес, неважно. Так же и здесь. Если дословно читать, мультипли. Вот. Поэтому. А Катя говорила мультипл. Вот. Ну, кому как больше нравится. Я вот тут пыталась запомнить. Мне вот пли больше нравится. Так что, девчат, смотрите. Это я считаю, что непринципиально важно. Спасибо вам большое за ваше внимание. Как обычно, всем хорошего настроения. Так. Идем по февралю. Стремимся к весне. Хотя надо радоваться каждому дню. Всем побольше денежных клиентов. Девчата, до встречи. Спасибо. 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 Спасибо.